Одним из колен Израилев. И вот этот презренный показал помощь. Причем хорошо заплатил. Два динария, это два рабочих, полновеских дня. Рабочий день тогда считался, полноценный день считался 12 часов от цари до темноты. 12 часов это, например, как труд шабашника в той стране, откуда мы вышли. 12 часов я таковым был 9 лет после того, как покаялся, когда был лишён всяких прав, чтобы где-то на какой-то своей воспитательности работать. Так же, как супруга моя. И детей хотели отнять и завязывать. И вот тут мой труд был. 12 часов это нормальный день, когда немножко врачи 15 часов, а короткий рабочий день был 8 часов. Вот такая была раскладка и так все эти годы до самой Америки, когда бы мы переехали сюда. И вот этот труд, это такой, так сказать, сгущенный пот вот этого человека, который два дня работал тяжело, чтобы заплатить за этого чужого человека, которого он не знал ни имени, у которого он, несомненно, испачкался, потому что взять неподвижное тело, там всё такое... Тело наше состоит на 75 плюс-минус процентов из воды, то есть на 3 четверти. Когда человек в этот мешок какой-то жидкостью, его надо взвалить, и пока взвалить, он запачкает его кровь и прочие-прочие продукты. И вот этот человек не побрезгал. Ты и я, если так и подобных обстоятельств придётся нам где-то встретиться, мы сможем ли вот так легко взять и подложить под человека? Делай ближнему, как бы ты хотел делать тебе. Мы это выполняем? Ну, давайте там будем выполнять. Возможно, будут такие обстоятельства, что придётся. Те, которых мы презирали, те, которых мы считали себя равными, потом могут показаться помощниками для нас. Мы же должны, по призыву Иисуса Христа, не проклинать, а благотворить обижающих нас. Они будут нас убежать, а мы будем им благотворить. Они будут нас ругать, они будут нас арестовывать, а мы должны показать им человеку. Этим самым мы заберём тот огонь, что, вероятно, не будем говорить, жар на голову. Об этом тоже отдельная история, откуда этот жар, откуда это всё, не сейчас об этом говорить. Но мы просто имеем призыв от самого Иисуса в этом ответе. Поступай так же. И это будет называться, кто и ближний. Потому что я так знаю из практики своего служения и многолетней практики жизни, что христианство наше как-то совсем однобоку воспринимает понятие, кто мой ближний. Один такой зрелый в моих годах человек, христианин более 50-летним стаем христианства, говорит, кто мой ближний кто? Ну то жена моя, я ей кофе принесу, я ей кто-то помогу. Ближний, жена. Ну так понятно, что ближний. А вот в данном случае здесь человек с чуждой какой-то расой, чуждым каким-то мировоззрением, объект твоего презрения, вот это почему-то становится в категории ближних. Для нас с вами, дорогая церковь, здесь хороший повод пересмотреть свои приоритеты. Тот ближний, который в настоящее время где-то с тобой стопнулся в том же месте и в то же время. Дальше, может, ты его никогда не увидишь, но на этот момент он ближний. Потому что ты можешь оказаться тоже в подобной ситуации, и тебе тоже могут оказать подобную помощь. Вот такой мы делаем привод церкова. Иисус показал, Иисус ответил. Человек получил ответ. Да поможет нам Господь, чтобы мы были похожи. Хотя бы не на таких правоверных, но хотя бы на таких иноверцев, которые Господь тоже побуждает оказать нам помощь. Мало ли еще каких ситуаций в жизни придется. Особенно вашему поколению в последнее время никто не изобил их какими-то большими, такими розами усыпанными. Мы поем мой путь, как других не усыпан, с цветами, и розы душистые там не растут, а что-то там связано больше с шипами. И вот мы в этом плане и закончим. А Господь Дух Святой пусть больше нам расскажет, пусть больше нам покажет, чтобы мы на маленьком примерчике увидели большие перспективы, увидели большие возможности для нашего духовного роста, для нашего вращения духовного днем. А Его пусть будет вечная слава. Аминь? Аминь. Будем молиться.